Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Западная Армения и Совет по правам человека. Евросоюз планирует программу помощи сирийским армянам, нашедшим приют в Армении. С тактической и стратегической позицией в направлении Нахачевана не было никаких изменений, премьер-министр Армении. Профессор Угур Унгер затронул проблему захвата владений армян в годы геноцида. На сессии ООН Турцию обвинили в нарушениях прав человека. США и Турция сосредоточены на втором этапе совместной работы по вопросу дорожной карты в Манбидже. Трамп обеспокоен обстановкой на юго-западе Сирии. Совет по правам человека с 18 июня по 6 июля 2018 года проведет свою 31 очередную сессию в Женеве в Зале прав человека и Альянса цивилизации во Дворце наций. Сессия, которая началась в понедельник 18 июня в 9 часов под председательством посла Словении Вожеслава Сучи, господин Зиад Раад Аль-Хусейн в последний раз участвует в качестве Верховного комиссара ООН по правам человека, срок полномочий которого заканчивается в конце августа. Господин Зиад в понедельник в 9 часов должен был представить Совету работу, проделанную заместителем генерального секретаря ООН по правам человека после сессии Совета с марта прошлого года. В ходе этих трехнедельных сессий Совет обсудит более 100 докладов экспертов по правам человека, а также многие другие следственные материалы, поступающие из других стран. Он также должен охватить три тематических обсуждения и будет рассматривать доклады его рабочих групп, переданные из 14 стран, которые включают в себя решение регулярных глобальных проблем. Для ознакомления с прозвучавшими там словами президента Национального собрания Западной Армении Арменака Абраамяна, можете посетить официальный сайт телеканала Западной Армении. Евросоюз планирует программу помощи сирийским армянам, нашедшим приют в Армении, выделив на это 3 миллиона евро. Эти деньги пойдут на оплату их проживания и поддержку основанного ими бизнеса. Об этом в беседе с Армен Пресс сказал руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Хоабин Аджемян. Для интеграции сирийских армян, нашедших приют в Армении, фонд ЕС Мадат сконцентрировал 3 миллиона евро. Наша первая цель – развитие возможностей сирийских армян. Вторая – найти пути для более легкого жизнеобеспечения беженцев. Мы поможем сирийским армянам обосноваться здесь, поскольку у многих из них существуют проблемы с жильем, сказал руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Хоабин Аджемян. Сумма в 3 миллиона евро будет распределена следующим образом. По 1 миллиону евро пойдет на решение жилищных проблем, поддержку бизнеса и переобучение беженцев. При этом активность фонда будет осуществляться через Красный Крест и организации помощи сирийским беженцам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает слухи о том, будто противник существенно продвинулся в направлении села Арени, завоевав высоту, тем самым получив серьезное преимущество в отношении наших позиций. С тактической и стратегической позицией в направлении Нахачевана не было никаких изменений. Как передает Армен Пресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе прямой трансляции на Фейсбук. На вопрос Самвела Чахаляна о том, что согласно некоторым сведениям противник существенно продвинулся в направлении села Арени, завоевав высоту, тем самым получив серьезное преимущество в отношении наших позиций, Пашинян сказал, что завоевания важной высоты не было. Территории, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана, всегда были под его контролем. Ничего не изменилось. Имела место определенная передислокация позиций. Когда Азербайджан заявляет, что держит на прицеле дорогу Ереван-Лачин, то скажу, что с 1992 по 1993 годы эта дорога под прицелом. В этом плане ничего не изменилось. В направлении Нахачевана не было передвижения позиций, заявил Пашинян. По его словам, Азербайджан передвинул позиции в разных направлениях. Я не хочу сейчас касаться темы, передвинули мы наши позиции или нет. С тактической и стратегической позиций в направлении Нахачевана не было никаких изменений. Возникла определенная напряженность, и ситуация остается таковой. Но пропаганда Азербайджана по этому поводу нелепа. Мы работаем над тем, чтобы сделать управляемыми риски, вызванные передвижением позиций, заверил он. Пашинян назвал абсурдным утверждение азербайджанской стороны о заселении деревни Гюнут. Деревня продолжает оставаться в поле зрения и под контролем армянских войск. Никакого заселения не может быть. С точки зрения военных рисков никаких изменений не произошло. Я не говорю, что мы вообще не должны беспокоиться, однако и не говорю, что должны быть в напряжении. Мы должны сохранять бдительность по всем направлениям, в том числе и Нахачеванском, сказал он. Западная Армения. Профессор Угур Унгер выступил с речью в рамках образовательной программы геноцида. Турецкий профессор Угур Унгер представил опубликованные книги в последних годах геноцида и о захвате армянской собственности, которая называется «Формирование современной Турции и конфискация и уничтожение». Он отметил, что с 1913 по 1950 годы турецкие власти продолжили политику ассимиляции в Османской империи на территории Западной Армении. Унгер основывался на 10-летнем исследовании, привлек внимание общественности к тому факту, что геноцид против армян является частью более масштабного процесса. В конце выступления было показано, что разрушение исторических районов во время кровопролития привело к уничтожению многокультурных городов, что в свою очередь способствовало формированию современного турецкого национального государства. В Женеве в рамках сессии Совета по правам человека ООН Турцию обвинили в нарушениях прав человека на юго-востоке страны. Участники потребовали, чтобы ООН предприняла шаги по прекращению насилия в отношении правозащитников в стране. На сессии гражданские общественные организации в своем выступлении заявили, что Совет по правам человека должен принять эффективные меры для предотвращения нарушений прав человека. Совет призвал государство-члены выполнить свои обязанности. Пентагон объявил о недавней встрече официальных представителей Минобороны США и Турции в Монбидже для обсуждения совместной работы второго этапа по дорожной карте. Представитель Пентагона Адриан Ренкин-Головей отметил, что встреча состоялась на прошлой неделе, целью которой было обеспечение стабильности в ближайшем городе на севере Сирии. По словам Ренкин-Головея, переговоры были сосредоточены на реализации второго этапа дорожной карты. Отметим, что 4 июня министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушуглу и госсекретарь США Майк Помпео объявили о совместном осуществлении дорожной карты в Монбидже. Отряды боевиков готовы пойти на примирение с Дамаском. Обеспокоенность в связи с атаками на юго-западе Сирии выразил в беседе с королем Иордании Абдалой II Ибн Аль-Хусейном президент США Дональд Трамп. Об этом информирует пресс-служба Белого дома. В сообщении говорится, что Трамп подтвердил намерение противостоять злонамеренному влиянию Ирана в Сирии и во всем ближневосточном регионе. Также американский лидер выразил обеспокоенность в связи с атаками сирийских проправительственных сил Сирии на юго-западе страны. Ранее Иерегнам сообщила о переговорах с Дамаском боевиков, не примкнувших к террористам в юго-западных районах Сирии. Отряды боевиков готовы пойти на примирение. Что же касается террористов, борьба с ними продолжается. Вместе с тем Великобритания и США активно выражают свою озабоченность состоянием дел в этой части Сирии, заявил 25 июня в Совете Безопасности ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Талтала в исполнении Легена Усыпяна. Талтала в исполнении Легена Усыпяна. Субтитры создавал DimaTorzok